Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что нас ждет на следующей неделе. Наконец-таки они починили дракона. Сейчас мы попробуем его уничтожить. Теперь он будет попадать в спячку, я так понимаю. Он попадет в спячку через 6 минут. Сейчас мы телепортируемся сюда. Щит мира, кстати, отключается. Что мы еще видим здесь? Атака. 10 выносливости забирает он. Я думаю, награды тоже по-любому починили. Кто-то первее нас хочет идти. И получится, приятель. Итак, мы совершили одну атаку. Сейчас попробуем еще одну сделать. 10 выносливости. Отчет Восомира. Надеюсь, он откроется все-таки. Итак, что мы забрали? Добыча. 605. То есть, все-таки, теперь они превращаются в раненых. Так, дерево, дерево, дерево. В общем, у нас он дает только дерево. Сейчас мы еще раз его ударим. Здесь, кстати, маленький индикатор, который показывает урон или показывает, возможно, урон. Будем мочить всеми войсками, которые у нас есть. Неудобная, кстати, 3D-карта. Сейчас мы в настройках отключим ее. 3D можно включать и отключать. Думаю, так будет удобнее тыкать. Так, у нас всего 3 похода. В принципе, выглядит оно очень даже шикарно. Злой дракон. Это нас ждет в обновлении 2.6.0. Вот, зайдем посмотрим, что он нам еще дал. Так, 97, 97, 97, 98. Ого. То есть, его мочить можно сколько угодно. Хорошо. Хорошо. Вот, еще помощники пролетели. Так, у нас что у нас здесь? Тоже идет в атаку. Здесь проценты у него 97%. Вот, минус 10, минус 10. То есть, показывает, минус 121. Это сколько мы теряем, получается, да? 97. 97. Кстати, также добавили в баф увеличение размера. Я не знаю, когда... О, ее здесь нет. Отлично. Купим в магазине. Здесь он есть. Здесь. Так, на 50% возьмем один. И увеличим немножко походу нашу. Там, добавим... День жизнь. Зависим. Тя, ценный. Тя, ценный. Может, держится. Тя, ценный. Тя. Вы можетеUpoutawy lab店. Оп twe Start. Похода Todos. Темщее время. Вот они пожарлят. азмортно. Теперь гораздо перемещается. Так, и награда, мой ранг первый, также награда, фрагмент телепорта 25 штук, то есть телепорта здесь нету, так, дракония графема первого уровня, фрагмент продвинутого телепорта, то есть как получается, его нужно бить, 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 сейчас сколько у него, 96% осталось, его нужно бить до того момента, пока он не падет, этот дракон, то есть сейчас 96%, потом у него останется 95% и так далее, а за за то время, пока его не уничтожат, этого дракона, что у нас получится? Он попадет в спячку, то есть исчезнет. Что у нас получилось? В общем, основная цель, это будет, наверное, все-таки не получить какие-то кристаллы после полного уничтожения, а именно атаки этого дракона, то есть чем больше вы его атакуете, тем больше очков вы получаете. Так, 96%, все перестали его бить, так, визуально выглядит очень красиво. О, получить награду, эту пограду, странно. Хорошо. Босс, начало, через 2 часа, то есть он ушел в спячку, все, атаковать мы его больше не можем. То есть, сколько успели, столько завалили. Выходить он будет в следующий раз, он выйдет через 3 часа, я так понял. Сейчас еще раз гляну. Так, нужно смотреть. Именно, да, 3 часа. Каждые 3 часа будет он появляться, и в течение 3 часов его нужно уничтожить. Будет ли награда всему королевству, не знаю, но награда, награда вот эта вообще, как бы, она все-таки будет. Нужно постоянно атаковать его. Ну, в принципе, теперь не будут лететь к этому дракону, как сделал только что это я, и чтобы добить его, получить 4 телепорта, там, и еще другие плюшки. Я думаю, баланс сейчас идеальный. Ну, награда не очень. Кто сможет, тот будет атаковать. Так, ну, босса мы рассмотрели, дальше мы рассматривать не будем. Сейчас мы вернемся в наш альянс. Так. Где мое место? Здесь. Вот здесь мы телепортируемся сюда. Так, что еще нового? Теперь работают, наконец-то заработали, нас ждут, то есть ждут следующих обновлений. Цветочки вот эти можно дарить в день до 10, то есть до тысячи цветов каждому, и у каждого будет отображаться рейтинг. Так, вот здесь история у нас, можно будет на каждого человека нажать и увидеть, кто сколько ему цветов подарил. А также история будет, будут еженедельные награды за эти цветы. Сейчас я гляну, вот здесь у нас получается по цветам. Можно дарить цветы. Где-то я видел, сейчас я еще раз посмотрю, где она находится. Так, это история. Вот они, награда за рейтинг по цветам. Так, рейтинг по цветам 5001, рейтинг по цветам за прошлый этап 0. Награда. Продвинутый уровень облика Рождества. То есть эксклюзивный эффект под ник будет выглядеть вот так вот. Здесь будут розочки золотые, а посередине будет прописан ник вот, как здесь примерно. Так, эффект замка. За первое место будет выдаваться аж три эффекта, плюс облик замка на один день случайным образом. А здесь тоже на один день случайным образом. То есть вот так будут дарить цветы, дарить цветы будем и прокачивать так, делать красоту на карте королевства. Так, что у нас еще? Наш кто-то, по-моему, атакует. Или наш кого-то атакует. Здесь неизвестно, кто кого атакует. А, это визуальное отображение. Что еще? Наконец, разработчики добавили в мобильную версию быстрый поиск ресурсов, монстров и так далее. Так, нажимаем на нас в левом углу, нижнем получается, вот здесь, где карта королевства. Нажимаем на верхнюю, на поиск. Теперь выбираем ресурс, который мы ищем. Например, мифрил. Вот здесь поставим уголь, да, угол. То есть железо. Поставим железо, поставим седьмой, нажмем поиск, и система нам найдет железо седьмого уровня. Это идеально, разработчики молодцы. Наконец-таки сделали. Золото здесь можно найти седьмого уровня. Да, седьмого золота здесь нет. Ладно, шестое поищем. Пятое, шестое. Шестое есть все-таки. Сто золотых монет. Что еще у нас? Монстров можно искать тридцатого. Теперь не обязательно этот... Хотя, удобнее трясти телефоном, чтобы найти монстра, да? Найдем монстра тридцатого уровня. То есть он будет сразу вам автоматически находить его. Я не уничтожал монстров, так что я визуально это показать не смогу. Атаку на монстра. Что еще? По-моему, больше ничего. Я хотел рассмотреть, что именно дает... Здесь мы нажмем занять. Вот эта вот галочка. Ага, теперь визуально, когда мы отправляем войска, с ними вместе ведет их принцесса наша, которая находится в замке. Странно, почему принцесса, а не этот Леон. Потому что Леон все-таки здесь воин и дает бафы на войну, а не для этой принцессы Нови. Так, сейчас. Нови, вот она принцесса. Она дает все бафы, она дает на ускорение обучения, ускорение сбора, ускорение строительства. И, тем не менее, она ведет войско. Прикольно. Вот она идет. Мы сейчас назовем. Может, там можно будет как-то поменять принцессу на кого-то другого. Сейчас попробуем. Сейчас я сброшу полностью навыки лорда. Сейчас попробую поставить для ребят еще одну ресурс. Найдем бесплатно. Так, ресурс я поставил. Теперь я сброшу сейчас навыки. Что еще у нас там можно было сделать? Сумасшедший сбор. Все можно активировать. Так, прокачаем промаксим битву. Здесь мы добавим уже три бушета. Там больше. Десятые войска есть. В принципе, больше нам ничего не нужно. Сколько у нас очков? 51 очко у нас остается. Что нам прокачать? Давайте прокачаем защиту пехоте. Пехота у нас броняешься единицы. Так, двадцатку. Что здесь у нас? Ну, добавим к лучникам. И кавалерии. Окей, навык дуэль нам не нужен. Если что, мы сбросим еще раз. Ничего страшного. Так, вот. Кстати, кто не знал, вот этот щит мира, вот такой большой щит мира, отображается после использования навыка защиты ресурсов. Так, куда они идут? Идут они в склад. Хорошо. Идем дальше. Что у нас? Что мы хотели сейчас проверить? А, мы сейчас хотели атаковать какой-нибудь замок. Я даже не знаю, на какой-нибудь... Давайте любой атакуем. Который подальше от нас. О. Вот, 17-й профиль. Сколько у него там? 900 силы. Используем навык выручка. Атаку. Они там от инфаркта просто погибнут. Скорее всего. Так, 46. Добавим еще пехота какой-нибудь. Пикинера я точно добавлять не буду. Так. Атака. Ой, 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 ой. Я забыл использовать. Как раз сейчас проверим. Навык у нас не откатился. Навык у нас не откатился. Я хотел уже проверить, будет ли у нас работать принцесса. Ну, что я хотел проверить. Так, где он замок? Активировано. 35 тысяч. Основной он у нас наносит требушет. Вот она пошла наша принцесса. Повела наше войско. Сейчас я ее ускорю немножко. Хотя бы. Кстати, по поводу 3D мы уже отправили отзывы разработчикам по поводу мисклика. Как это еще назвать? Мисклик. Это клик в прозрачную область. То есть, ты не попадаешь на то, что ты выбираешь, но ты не попадаешь на то. Из-за того, что карта якобы как бы она отображается круглой. Так, принцесса нас ведет. Сейчас посмотрим еще раз. Как она будет визуально атаковать. В оригинальной, на официальной версии, по-моему, она уже, эта принцесса, добавлена. Вот она, принцесса. Она тоже бьет. Что-то их стало очень много, принцесс. Ну, отлично. Выглядит отлично. Так, мы сейчас посмотрим отчет. Надеюсь, она удалась. Мы потеряли 52, и все они ранены. А здесь потери 120. Ну, ничего страшного. Восстановит еще. Так, что здесь у нас еще? А, вот она, кстати, кнопочка, где поиск, да? Где у нас поиск? Здесь координата X, Y, 823. Здесь можно нажать на эту клавишу и просто открывать карту. Ну, для того, чтобы искать что-то здесь. Тоже выглядит отлично. Если включить, при этом включить 3D графику, визуализацию, или как это правильно назвать, то выглядит очень даже красиво. Сейчас я попробую это сделать. Так, управление 3D эффектами на карте мира. Включим его. Я сейчас запускал на своем стареньком S4, и у меня был туман. А здесь его почему-то нет. Значит, туман исчез. Так, поставим еще раз щит. Да, поставим, я сейчас поставлю щит, не забуду, так, вернусь. В общем, тумана здесь не было видно, возможно, просто он рассеялся. Хорошо, посмотрим на это позже. Что у нас еще? Так, в замке у нас немножко поменялся цвет святилища драконьих слов, а также добавили бутылочку. Юбилею. Здесь такая бутылочка, здесь история, когда вышла игра. Вот она вышла. 2014 года. 7-го, 1-го. Это у нас июнь, 1-го, ой, 1-го июля, получается. Так, и уже с сентября она уже, так, ее можно было скачать и начинать играть. А в 2014-го, 10-го, то есть в ноябре можно было уже, добавились какие-то королевства, можно было перелетать по королевству. Так, что еще? Ну, в общем, здесь вся история, создание, такая маленькая история. Записывайте ход мыслей, фейсбук, то есть поделитесь и так далее. До этого, вот она, принцесса, наша принцесса. Кстати, в официальной версии клиента она куда-то исчезла. Не волнуйтесь, бафы все работают. Так, что у нас, что я хотел посмотреть? Да, здесь было событие, это касалось, по-моему, для тех, кто, для тех только, кто донатил. И было такое активное окошко, в котором можно было посмотреть, сколько ты задонатил и сколько ты там можешь получить за все это время доната. Но, к сожалению, я не успел это заснять, это было очень давно, скажем так, недели две, наверное, назад. Возможно, посмотрите, в предыдущих обзорах, возможно, найдете. Но я не помню, что именно это событие я выкладывал. По-моему, выкладывал. Так, что у нас? Вот еще новое событие. В принципе, здесь ничего не написано. Но, учитывая то, что изображено, там, уничтожая монстров, используя фонтан желаний, и внутри замка, собирая ресурсы, можно получать какие-то награды. Ну, слишком сильный, долгий обзор получился. На этом все. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.